Всем доброго времени! Давайте посмотрим сейчас, кто за вами следит. У меня, конечно, осталось очень мало заряда. Но давайте посмотрим, кто за вами следит, зачем на один вариант. Постараюсь все быстро, если прервется видео. Я не знаю, насколько нам хватит. Все делается, как говорится, все, что не делается, как я говорю, значит, так надо свыше. Хорошо. Давайте посмотрим, кто следит и зачем. Кто следит и зачем. Первое, я хочу сказать, что эта женщина за деньгами, а за ней рядом стоит мужчина. Вы знаете, они могут ходить вместе на работу, но следят, какая цель, какой интерес. Ваши деньги. Конечно же, как я и говорила, вас интересуют деньги. Что вы там покупаете, на что вы там откладываете, не откладываете. Вот и так далее. Ваши деньги. То есть интересуют ваши деньги. То есть они думают, что, возможно, вы их получаете от какого-то человека. Может быть, какой-то у вас покровитель. Знаете, они смотрят и они видят деньги. То есть они видят вас. И когда они слышат о вас, просто они думают, что у вас там в сундуке денег на самом деле лежат. Слежка с целью денег. Это я сейчас первое, что увидела. Мы, конечно, будем смотреть и второе. Во-первых, за вами еще и мертвые наблюдают люди. И многие хотят выйти с вами на связь. Вот. Ваши ушедшие. Но сейчас не про мертвых. Будем говорить. Это уже личная информация. То есть здесь наблюдают за вами, конечно, и мертвые свыше. Но и, возможно, вам желают смерти из-за ваших денег. Вот она, женщина, вышла на вас. Возможно, и гадает. А может, это вы сейчас. Может быть, она смотрит тоже такие же какие-то расклады онлайн на вас. То есть, возможно, есть какая-то женщина, которая на вас гадает. Тут и мужчина следит за вами. Сейчас я их рассекречу как агент. Так, что хочет вот эта жезловая королева, которая... Вообще, она имеет к вам интерес. А может быть, кто-то меня там, тарологи смотрят. Но некоторые не занимаются темной магией, но смотрят меня, да. Возможно, эта женщина жезловая знает, что вы гадаете. Да, ну вот смотрите, наблюдает за вашим передвижением, за вашим успехом. Всевидящее око, да. Ну, скорее всего, она хотела гадать, у нее не получилось. Или же ходит по гадалкам, да. Но она такая вот. Кстати, может быть, кто-то живет рядом с кладбищем. То есть, это вы. Дальше наблюдает за вами какой-то мужчина, который находится постоянно в помощи людям. То есть, это хирург. Это мужчина в белых халатах. То есть, за вами наблюдает человек из медицинского учреждения. А вот этот вот, что хочет. Значит, вот, конечно, вот сразу вышел у нас тут мужчина, который в поездках постоянно за вами наблюдает. Блядь, вот он, да. Сейчас я поднимаю эти карты. Бывший, который ездит куда-то постоянно, не сидит своему на месте, наблюдает за вами. Тут либо до 30 лет это мужчина, да. Конечно, вот он, знаете, как-то хочет, то ли вам отомстить. У него есть ваша фотка. Чем-то вы его задели. То есть, да, чем-то вы его задели. Наблюдает за вами. Хочет вас достать, но не может. Окей. Я вижу такую странную картину. Люди, которые собираются и едут куда-то, и они постоянно за вас говорят. Очень много карт дороги. Вы знаете, я могу предположить, что есть люди, которые работают на экскурсиях. Может быть, это ваши знакомые, или же бывшие, или же мужья, или же настоящие. Вот какие-то люди, которые работают на экскурсиях, в экскурсиях, да, или же ездят в экскурсии. Ну, скорее всего, там работают. Тоже говорят о вас. То есть, говорят и наблюдают за вами то, что вам всё легко даётся. То, что у вас всё действительно реально получается. Какие-то страхи. Какая-то женщина сидит, печалится, кушает, пьёт, чаёчек дома попивает. А почему у неё страхи? Вот она. Она наблюдает за вами. Она замужняя. Но у неё страхи. Но у неё страхи. То есть, она не знает ваши действия, что ли. Какие-то страхи. Кто она? У неё страхи. То есть, наблюдает за вами женщина, у которой есть страхи. Страхи по поводу вас. Зависть и страхи. То есть, страхи. Она удивлена, и у неё есть какие-то страхи. Когда она вспоминает вас, у неё есть какие-то страхи. И страхов очень много. Почему? Потому что поведение или же ваши действия, она печалится. Она наблюдает за вами и гневается, и печалится. Тут что-то связано с женщиной. Может, подруга. Да, может быть, какая-то сестра. Может, знакомая. Ей нужна встреча. У неё есть какая-то фотка ваша. То есть, или она смотрит, или... Не знаю. Ещё наблюдают за вами люди, которые хотят вас просто сдвинуть. Повоевать с вами. Сдвинуть вас. Блядь. Вот я что увидела. Это очень прикольно. Есть люди, которые что-то узнают про вас и сразу бегут докладывать какому-то мужчине. Мне идёт это бывший и двое каких-то его друзей. То есть, есть бывший, который не может с вами общаться, но есть его друзья, которые вам стали часто писать для того, чтобы узнать, как вы. И когда они узнают, как вы, или что-то узнают, или хоть капля информации им падает за вас, они бегут к этому бывшему просто и всё докладывают. Бывший не свободный. Это очень тоже интересная карта. Здесь какая-то ревнивая женщина смотрит за вами. Опять же, может быть, женщина-мужчина вашего бывшего находится на расстоянии, и она просто горюет. Ей очень сильно тяжело и больно, и плохо. Она думает, что вы имеете какие-то виды на её мужчину. То есть, что такая вот разъярённая жена наблюдает. То есть, возможно, она думает. То есть, какой-то замужний мужчина, который общался с вами, она наблюдает, она думает, что вы имеете, скорее всего, или же виды на мужчину. Но и тяжело как-то, и тяжело, как-то больно определённо. Да, это что-то связано с любовным треугольником. И женщина, которая наблюдает. А этот мужчина хочет с вами увидеться, да. Этот мужчина хочет. Он хочет с вами увидеться. Ещё наблюдает за вами тот человек, который работает по той же специфике, по которой работаете вы. Он наблюдает за вами и пытается украсть что-то. Какие-то лазейки, может, какие-то тайные знания, тайные информации. Что-то связано с вашей работой. Он считает, что это несправедливо. Ай, блядь, когнула в боку. Короче, смотрите. На вас делают порчу. Он действительно по Вуду, по магии Вуду вас уничтожает. Возможно, вы начали ощущать, что у вас какие-то изменённые мысли, изменённое мышление, сознание. То есть, да, на вас колдуют, что-то делают. То есть, смотрите, здесь ещё наблюдают за вами люди, с которыми вы работали. Опять же. Или люди, которые, да, допустим, вот, они работают по той же схеме. Но не по схеме, а может, по специфике, которую выбрали вы. Но они хотят понять вашу схему. Понимаете, о чём я говорю, да? Тут ещё и родственники могут за вами наблюдать. Но тут, знаете, как больше за покупкой. Тут идут больше как за покупкой. Не наблюдают за вами, да, покупки какие-то. Что-то вот. Вот их интересует обновление. Вообще, опять же, да, я вот повторюсь. То есть, тут люди есть определённо, которые очень много наблюдают за вашими финансами. Ещё раз, да, говорю, финансы, 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 финансы. Их очень много интересует. Ваше финансовое вот состояние. Родственники, да, наблюдаю. И кто-то направляется к вам в дом, кто-то направляется к вам в дом. У кого-то мог быть, допустим, отец священнослужительным. Девочки, очень много сейчас у меня смотрят тех людей, которые состояли в любовном треугольнике. Очень много. И вот все ваши отношения почти заканчивались любовными треугольниками. То есть, да, к чему я говорю? Я говорю к тому, что здесь нужно как-то, да, вот попытаться немножко себя понять. Или что происходит с вами. Я к чему веду? К тому, что на многих людях, которые меня сейчас смотрят, пускай это будут мужчины, даже женщины, но не важно. Даже на мужчинах есть порча, и все ваши отношения заканчиваются ни с чем. То есть, ваши отношения и поэтому заканчиваются ни с чем. Очень много любовных треугольников, тайных отношений, ну и так далее. Вот, и поэтому ваши все такие вот отношения, они заканчиваются ни с чем. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот такой вот был у нас расклад. Ну а за более личной консультацией можете обратиться ко мне на WhatsApp. Всем добра, не болейте.